Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся решать систему линейных уравнений способом подстановки. Итак, сразу предупрежу, это не обычный способ решения, это тот способ решения, который, как мне кажется, наиболее легче и для усвоения в 7 классе, и для того, чтобы решать на экзамене. То есть я не буду тянуть систему за системой, я покажу более простой способ. Итак, имеется система уравнений. x плюс y равно 5, первое уравнение, и 3x плюс y равно 7, второе уравнение. Вот наше выносное поле. Итак, первым действием я беру и выписываю первое уравнение. x плюс y равно 5. Обратите внимание, почему первое. Тут можно выразить и x, и y. Я хочу выразить x. Итак, x равен, что стояло, то и стоит, это 5, а y перейдет в противоположную сторону со знаком минус, минус y. То есть я вот таким образом получила сразу замену. Второе действие. Я выписываю второе уравнение. 3x плюс y равно 7. Что я делаю теперь? Теперь я беру нашу замену 5 минус y и подставляю на место x. Получаю 3 на скобку. В скобке будет то же самое, что вот я обвела в кружочек. 5 минус y. Прибавить. И y он никуда не делся. Как стоял, так и стоит. И равняется 7. Таким образом мы бы с вами получили обычное уравнение, которое легко решается. Напоминаю, как раскрываются скобки. 3 умножить на 5. 15. Знак минус сохраняется. 3 умножить на y. 3y. Плюс y равняется 7. Далее. С y оставляем с этой стороны. Минус 3y плюс y равно 7. А 15 перейдет в противоположную сторону со знаком минус. Минус 15. Упрощаем. Минус 3y плюс y. У большего модуля знак минус. И теперь от большего отнимаем меньшее. То есть 2y. Равняется. 7 отнять 15. У большего модуля знак минус. Ставим знак минус. И теперь от 15 отнимаем 7. Будет 8. Можно поменять знаки. 2y равно 8. И теперь мы с вами получим заключительный этап. y равняется 8, деленное на 2. Отсюда y равняется 4. Мы выполнили все действия. Мы получили y. Но у нас нет x. Значит, вот теперь, как удобнее записать. Под нашей системой мы ставим систему. И на первое место пишем y равно 4. А на место x мы пишем нашу замену. x равняется 5 минус y. Но y у нас 4. Поэтому мы можем еще себе позволить выполнить действие. x равняется 5 минус 4. Отсюда x равен 1. Вот эту систему можно не записывать. Можно сразу выполнить подстановку. Отдельно на выносном нашем черновике. И затем мы записываем уже, как положено, систему. x равняется 1. y равняется 4. Значит, для выпускных классов важен ответ. В круглых скобках. На первом месте x это 1. На втором y это 4. в порядке. Продолжение следует.